Всем привет! Это новое видео на канале GadgetMoney. И сегодня я вам расскажу очередную байку. И в этот раз речь пойдет о взаимоотношениях с компанией Apple. Поэтому давайте начинать. Поехали! Кратенькая предыстория. В общем, смотрите, есть у меня одни знакомые. Они купили в августе 2018 года вот этот замечательный iPhone 6s на 32 гигабайта. У нас, соответственно, в магазине, в официальной рознице, а конкретно в M-Video. Ребенок начал пользоваться телефоном, ввел какие-то данные, ну как какие-то, придумал сам почту, придумал пароль. И все это благополучно забыл. Они, естественно, подумали, что можно скинуть на заводские настройки, и все пройдет удачно, и человек начнет пользоваться телефоном вновь. Но не тут-то было. Политика безопасности компании Apple разочаровала их своей лочностью, точнее сказать, невозможностью разблокировать устройство, если ты не помнишь пароля. При этом есть несколько нюансов. Пароли можно восстановить с помощью почты, потому что, в принципе, доступ на почту есть всегда. Но так как это все дело заводил подросток, и почту он придумал iCloud, и пароля к ней он, естественно, не записал, возможности восстановить никаких нет. Но вы подумаете, компания Apple дает возможность это делать с помощью чеков, потому что если вы действительно хозяин устройства, действительно купили это устройство за свои собственные денежки, ничего сложного, просто обратитесь в магазин, снимите копию чека, и все будет хорошо. Отправьте компанию Apple, и она разблокирует ваш телефон. Но не тут-то было. В общем и целом, вот у нас есть вот такой замечательный телефончик. Телефоном пропользовались меньше, чем один месяц. Телефон у нас просто в идеальном состоянии. Он приобретен сразу же на клееное стекло. Наклеен чехольчик. Там внутри у нас непосредственно зарядочка и кабель. Есть вот такие вот замечательные чеки. Сейчас я это вам все дело разверну и покажу. Они подумали, если они снимут копию чека, если они все фискальные документы, все официально, никакого обмана нет, компания попадет им навстречу и все дело разблокируется. Но не тут-то было, они получили отказ. После этого обратились ко мне, потому что я типа шарю в айфонах и типа помоги. В общем и целом, они сказали, нам не нужен этот телефон, забирай его себе по остаточной стоимости. Может быть на запчасти, может быть у тебя получится разблокировать. И я у них этот телефон, этот соответственно выкупил. Вот при наличии вот таких вот оригинальных документов, при наличии телефона, при наличии коробки. Купили мы его не в маленьком магазинчике ИП Хачатурян, а в большом ритейле, то есть это магазином видео, который допустил одну маленькую-маленькую ошибку, как выяснилось потом. Потому что в принципе компания Apple иногда разблокирует устройство при наличии правоустанавливающих документов. Как вы помните, я начал рассказ свой о том, что в августе 2018 года приобретен этот телефон. Конкретно 20.08.18. Копию вот этого вот товарного чека сделали от 20.09, то есть через месяц. И дата печати чека у нас 20.09, и дата самого чека 20.09. Мне кажется, уже по прошествии почти более чем полугода, почти 10 месяцев прошло, вот эти даты не сопоставляются ровно на один месяц, и соответственно отказ. Ну я думал, что в принципе я недорого взял по остаточной стоимости этот айфон. Я также обращусь в компанию Apple, опишу ситуацию, и они мне это все благополучно, соответственно, разблокируют. Ну не только было. Я естественно получил отказ, и в принципе очень был сильно удивлен. После этого я обратился, у меня есть связи в сервисных центрах, есть связи с людьми, которые занимаются непосредственно ремонтом, разблокировкой, релоком и так далее. Они сказали, есть возможность восстановить, то есть есть возможность все это дело разблокировать, ничего вперед платить не надо, если получится, мол, порядка 8 тысяч рублей. Я говорю, ну окей. Мы прождали более трех недель, и пришел ответ, типа, хотя мне тоже требовали фоточека, то есть они пытались, наверное, повторить ту же процедуру, что делал я, но не тут-то было, тоже отказ. Ну собственно, вот так вот он и пролежал несколько месяцев в коробочке, и в один прекрасный день я начал сам очень сильно мониторить вот этот вот момент и этот вопрос. Я узнал следующее. Во-первых, есть несколько способов разблокировки вашего телефона. В первую очередь разблокировка должна происходить, если телефон находится не в режиме пропажи, то есть он не должен висеть на определенном значении, как у нас загорается, чтобы не было сообщения от якобы владельца о том, что телефон находится в режиме пропажи. Сделать это вы можете, пробив по e-mail, ссылки будут в описании, за доллар вам, соответственно, будет информация в виде вот такого вот скриншота, который есть сейчас на экране, и вы получите точную информацию, в каком статусе блокировки у вас находится непосредственно сам телефончик. Сейчас нам, в принципе, здесь неважно, регион Россия, настроить ручную. Здесь можно разблокировать. Секундочку, сейчас продолжим запись, я раздам интернет. Ну вот, я наконец-таки раздал интернет со своего телефона, на который сейчас, кстати, произвожу запись, это iPhone X. Что мы видим? Блокировка активации. Ничего удивительного. Так вот, если здесь обнаруживается то, что телефон находится в режиме пропажи, то шансов разблокировать ваш телефон, ну, примерно 10 из 100. Если вот присутствует вот такая вот иконочка, то есть это просто вам надо ввести Apple ID, которую вы не знаете, и пароль, то шанс разблокировать у вас есть. В первую очередь это, конечно же, грамотно подойти в первую очередь вот к этим чекам. Если у вас есть все оригинальные чеки, надо сферить даты, потому что до каждой циферки компания Apple у нас докапывается. И если все нормально, не так, как у меня, потому что какой-то бездушный менеджер не посмотрел дату чека и дату печати чека, соответственно, у нас пропала возможность. То есть нам отказали раз, нам отказали второй раз, нам отказали третий раз, когда непосредственно делали это с помощью, ну, то есть у моих знакомых, у которых есть связи непосредственно в компании Apple. То есть там делается все официально. Вы подаете прошение, прикрепляете фотографию этих оригинальных чеков и ждете несколько дней, пределах 10 дней. Есть, существуют сервисы, которые это делают удаленно, делают это по предоплате. Или если вы находитесь в этом городе, то вы просто приносите в качестве залога свой айфон, оставляете под сохранную расписку, и у вас это все дело при удачном разблокировке, вы оплачиваете по факту. Так вот, я нашел непосредственно людей, которые занимаются этим уже в большом количестве времени, и они меня уверяют в том, что, ну, просто человек попался более-менее нормальный, они меня уверяют в том, что даже в моей ситуации разблокировать телефон, они убедились, что телефон, соответственно, не краденый, у меня есть все документы на телефон, можно попробовать через специальные сервисы. Сервисов мошенников, я хочу вас предоставить речь, очень-очень много, поэтому не попадитесь, пожалуйста, на уловки. Стоимость разблокировки не может быть меньше 120 долларов. То есть, по сути, не меньше 8000 рублей. Все, что вам люди, если вам пишут, или вы видите рекламу в интернете, на авито, в ВКонтакте, еще на каких-то других площадках, и вам предлагают разблокировать телефон, к примеру, за пару тысяч рублей, просто надо скинуть кому-нибудь деньги на карты, либо на киви, либо еще куда-то, то вас на 99,9% скорее всего обманут. Поэтому не ведитесь, не отправляйте свои деньги мошенникам. Стоимость разблокировки моего телефона 8000 рублей. По срокам от 1 до 3 рабочих дней. Я записываю это видео для того, чтобы вы видели, что телефон находится в статусе блокировки активации. Я сам хочу протестировать этот сервис. Доступ к этому сервису мне предоставили, потому что, в принципе, в последующем я, скорее всего, буду сотрудничать непосредственно с этими людьми, и тем самым либо дам им рекламу, либо каким-то образом люди будут обращаться ко мне, я буду являться гарантом, скажем так, их честности. Перед тем, как это все сделать, я непосредственно буду тестировать это все дело сам. То есть мне сейчас надо, условно говоря, заплатить вперед 8000 рублей, подождать максимум 3 рабочих дня, и телефон типа разблокируется. Если честно, после трех неудачных попыток сделать это все через компанию Apple, я в это верю ровно на 50%, поэтому, собственно, и записываю этот видос. То есть если меня обманут, то меня обманут на 8000 рублей. Как считаете? Напишите в комментариях, возможно ли это сделать. Если это получится, то это будет офигенный опыт, и вы сможете, друзья, если что, обращаться ко мне, и я вам помогу. В первую очередь, конечно же, ваш телефон должен не находиться ни в режиме пропажи. То есть как бы не обязательно он должен быть за Россией, то есть не обязательно, чтобы этот аппарат был РСТ, но чтобы никаких левых сообщений о том, что телефон находится в режиме пропажи, на нем не должно быть. Потому что ребята не занимаются, условно говоря, полусерыми, полукриминальными трубками, которые, ну скажем так, находятся в руках уже ненастоящих хозяевов. Так как здесь документы все есть, так как я его купил, условно говоря, как бы официально, то они готовы мне помочь вот за это деньги. Потому что, в принципе, человек вправе забыть. Меня на самом деле очень сильно бомбит от того, что компания Apple, у Samsung есть, скажем так, система политика безопасности, у остальных всех Android-смартфонов есть политика безопасности, у Meizu, у Xiaomi, у всех. Но у компании Apple она на такой степени строгая, что будучи даже владельцем устройства, за которое заплачено, между прочим, почти 34 тысячи рублей год назад, даже чуть меньше, 10 месяцев назад, то получается, как бы, и ты не при пирогах, то есть ты остаешься, условно говоря, виноватым и ни с чем. Перед нами телефон, который необходимо снять с iCloud. Это видео записано непосредственно в ознакомительных целях. Я вас ни к чему не принуждаю. Обязательно остерегайтесь мошенников, лицемеров и тому подобных людей, которых в интернете полным-полно. Я на своем личном опыте, в ознакомительных целях, попробую это сделать. Ну что ж, а перед тем, как рискнуть на 8К рублей, я непосредственно сэкономил, сейчас проходит распродажа, в Связном и в Билайне, на чехлы для разных моделей телефона. Вот конкретно этот чехол для iPhone 7 я купил за 19 рублей. Если вы об этом не знали, ссылочка будет в описании, я не знаю, сколько продлится акция, но, в принципе, за 19 рублей офигенный чехольчик дешевле, чем на Алиэкспресс, почему бы нет. Поэтому проходите, если будет интересно, ссылки все в описании. Ну, в общем и целом, как-то так. То есть, я сейчас рискну своими кровными деньгами, заплачу 8 тысяч рублей. Что из этого выйдет, узнаете в следующем видео. Поэтому пока подписывайтесь, оставляйте комментарии. Что вы вообще думаете про политику безопасности компании Apple касаемо iCloud? Правильно это, неправильно. Может быть, есть какое-то мнение, как это стоит действительно немножко смягчить, для того, чтобы люди, которые действительно забыли пароли, или дети, которые ввели пароли, чтобы была возможность обойти эту штуку законным владельцам. Если человек, допустим, завел почту, условно говоря, не пользуется почтой, которой он пользуется постоянно, а завел непосредственно для создания учетной записи Apple ID. То есть, недоступа к почте, недоступа к телефону, вообще ничего нет. Как так? Я вообще не понимаю. Это какое-то просто... Ну, нечестно это. Потому что ты заплатил 34 тысячи, и, по сути, как бы, ну, не пользуешься телефоном. Я не понимаю. Подписывайтесь, ставьте лайки. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите Donald Duck. Если досмотрели до этого момента, я обязательно отвечу каждому из вас. Совсем скоро увидимся. У меня есть, что вам рассказать еще. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok